Астрологи объявили неделю протестов в Германии. С понедельника обозленные аграрии собираются в крупнейших городах страны и настойчиво требуют, чтобы их услышали. Возмущение инициатива Мишольца перешагнула порог немецкого терпения. Канцлеры его команды решили лишить фермеров субсидий на дизельное топливо и отменить налоговые льготы. Предприимчивый Олаф намеревался изъять из карманов крестьян почти миллиард евро. Все это происходит на фоне рекордного падения народной поддержки. К протестам то и дело норовят присоединиться железнодорожники. Профсоюз машинистов объявил трехдневную забастовку из-за споров по поводу продолжительности рабочего дня и размера оплаты труда. Ситуацию усугубляет массовая народная поддержка протестующих. Несмотря на то, что основные медиа Германии игнорируют волнение в стране, люди самоорганизуются и стараются поддерживать протестующих теплой одеждой и горячей едой. А как вы узнали о протестах фермеров? Да, везде есть информация. Я не смотрю новости и не читаю газеты, потому что они врут без умолку. У нас ведь есть телеграм-каналы и все такое прочее. Я определенно рад, что фермеры здесь, и я подумал, что всем берлинцам и остальным жителям следует проснуться и посмотреть, что здесь происходит. И нужно, чтобы еще больше было тракторов, грузовиков, телескопических погрузчиков и так далее. Все они должны сюда приехать, чтобы нас услышали и чтобы что-то изменилось в этой стране. На пустующих прилавках супермаркетов вместо продуктов вывешивают надписи «Все овощи съели Шольц и Зеленский». Немцы прекрасно понимают, с какой целью канцлер со своим правительством лезут к ним в карманы. На Германию переложили всю ответственность за финансирование Украины. Американские матросы помахали Зеленскому рукой и обещали хранить в своих сердцах память о незабываемых мгновениях, проведенных вместе. Фермеры, конечно, справедливо заявляют, что им придется принять дополнительное бремя. При этом люди, которые могут, но не хотят работать, получают повышенное гражданское пособие. Тогда каждый фермер и говорит, займитесь, пожалуйста, гражданским пособием, проследите, чтобы все украинцы, которые хотят работать, получили работу. Они ведь все-таки получают гражданское пособие. Это 5-6 миллиардов евро. А вы прицепились к фермерам из-за пары сотен миллионов. Проблема в том, что за несколько лет санкционного противостояния под матрасами у бюргеров фиксируется существенное сокращение. Фермеры готовы трястись на улице от холода, явно не от хорошей жизни. Одним из ключевых требований протестующих аграриев является отмена санкций на удобрение. Преступные ограничения на ввоз данной продукции с территории Белоруссии и России привели к существенному подорожанию. Ситуацию усугубляет массовое закрытие собственного производства на территории Евросоюза. За последние два года ликвидировали почти 50 предприятий, специализирующихся на выпуске азотных удобрений. Отказ от российского газа сделал их нерентабельными. Заложниками ситуации оказались простые фермеры, которые без применения удобрений все реже получают прибыль по итогам уборки урожая. Мой отец всегда говорил, что ремесло имеет золотое дно. Это уже давно не так. Как-то может быть, когда работа не позволяет оплачивать счета. Только имея 2-3 работы можно все оплатить, но это просто нереально. Правительство переводит так много денег за границу, что у них ничего не остается для собственной страны. Дороги разбиты, школьная система разрушена. На самом деле самая большая проблема на данный момент заключается в том, что в принципе нет реального решения. Нам нужен тот, кто идет на компромисс, кто не впадает из одной крайности в другую крайность. Проблема в том, что в Германии, как и в большинстве стран Евросоюза, уже давно нет таких лидеров. Дипломатия и компромиссы уступили место требованиям и нарративам из Белого дома. Вот и складывается ситуация по классике. Низы не хотят жить как прежде, а Верхи уже не в состоянии хозяйничать и управлять по-другому. О предреволюционной ситуации Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова